Всем привет! С вами команда Компресса и сегодня я расскажу о нашей AI-платформе и покажу ее в действии. Давайте для примера возьмем один из популярных сценариев применения генеративного AI – вопрос-ответ по вашим документам. Для ускорения процесса мы будем использовать фреймворк LongChain. Внутри этого сценария есть несколько этапов. Обработка загруженных документов и chunking, то есть нарезка на небольшие отрывки. Векторный, он же семантический поиск, чтобы найти подходящие отрывки под запрос пользователя. Реранжирование, чтобы отфильтровать только самую релевантную информацию. И, наконец, генерация ответа с помощью LLM. Если у вас нет своей AI-инфраструктуры на собственных серверах, то вам придется использовать внешние API западных сервисов. Например, OpenAI, Unstructured, Kahira или какие-то другие. Но далеко не все компании готовы передавать свои данные куда-то вовне и могут использовать только локальные решения, развернутые на собственных серверах. Для решения этой проблемы мы и разработали компрессор. Это готовая AI-инфраструктура с профессиональной оптимизацией для замены внешних API и разработки в своем контуре. Давайте теперь соберем нашего ассистента на внешних API, попробуем его в деле, а затем перейдем на свою инфраструктуру с помощью компресса в несколько строчек кода и сравним результаты. Итак, я взял какой-то из готовых гайдов по созданию такого AI-помощника на лангчейн. Естественно, потратил пару часов на исправление всех багов и добавил простейший визуальный интерфейс с помощью Streamlit. Запускаем наш код и ждем, пока появится интерфейс. Отлично, задавать вопросы мы будем по публичному отчету компании за год, который я скачал с их сайта. Загружаем документ нашего ассистента и ждем обработки и умной нарезки на отрывки. Окей, давайте снова откроем наш документ и попробуем задать по нему конкретные вопросы. Например, спросим, что произошло с компанией в марте. В документе написано про моментальную оплату покупок через СБП и наш ассистент успешно справился с этим вопросом. Попробуем более сложный вопрос про конкретную цифру из таблицы. На сколько процентов увеличилась EBITDA год к году по МФСО-17? Правильный ответ – 48,8%. Но наш ассистент решил немного округлить это значение. Хорошо, но нам этот ассистент нужен на наших серверах, поэтому сейчас мы заменим все внешние API на модули платформы компресса. Это не потребует больших изменений. Мне достаточно будет заменить несколько строчек кода и наш ассистент заработает локально. Для дополнительного удобства мы подготовили библиотеку для лангчейн, а наша API LLM совместима с OpenAI. Теперь, когда мы заменили все внешние API на платформу компресса, давайте еще раз запустим код и попробуем задать те же самые вопросы. Отправляем ту же самую команду для запуска интерфейса. Снова загружаем тот же самый документ и ждем его обработки модулем компресса. Все прошло успешно, поэтому мы можем повторить первый вопрос про события компании, которые произошли в марте. И наш ассистент снова дал правильный ответ. Давайте попробуем с более сложным вопросом про изменение EBITDA. И мы видим, что и здесь искусственный интеллект справился с задачей и дал даже более точный ответ. Итак, сегодня мы на практическом примере показали, как можно переехать с внешней API на собственную ИА-инфраструктуру с помощью компресса. И при этом не потерять в качестве. Оставьте заявку на сайте компресса.ai, чтобы обсудить внедрение платформы для вас или ваших клиентов с нашей командой экспертов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...